Кто от снега и мороза прячется в теплом пуховике, а кто ждет его с нетерпением, чтобы снять с себя одежду у ближайшего водоема. Это о людях-моржах. Им чем крепче мороз, тем лучше. Удовольствие от окунания в прорубь они сравнивают с полетом. Валерию Семеновичу 70, из них 32 года практикуют плавание в ледяной воде. Первое ощущение запомнил на всю жизнь. Люди первый раз ходят в воду, зная по своему собственному опыту состояние эйфории. Мне казалось, что я поднимаюсь землей на полтора метра и парю. Бывалые моржи рассказывают, готовят себя к погружению под лед еще с осени. Температура воды постепенно понижается. И при регулярном купании организм адаптируется к холоду. Владимир таким образом уже 15 лет снимает стресс. Говорит, первую зиму было тяжело. А теперь не мыслит жизни без этого. Привести в чувство себя и бодрым идти на работу. Окунусь в воду, и сразу организм приходит в тонус. И идешь себе более бодрым на работу. И зарядка. Сначала делаю зарядку, потом купаюсь. Эйфория от зимних купаний имеет научное подтверждение, констатируют врачи. Главное не увлекаться, иначе можно истощить организм и ослабить иммунитет. Это связано с определенными гормонами, именно с адреналином, то есть гормоном радости, который возникает после такого. Ну, можно, наверное, сравнить с разными экстремальными видами спорта. Если этим заниматься очень много раз, например, ежедневно, то надпочечники будут истощаться, и человек будет иметь ослабленный иммунитет. Противопоказаний для зимних окунаний немало. Это болезни сердца, центральные периферические нервные системы, гипертония, радикулит, эпилепсия и психические расстройства. Всем остальным врачи советуют проконсультироваться у специалиста и взвесить все за и против моржевания. Альтернатива водному экстриму – занятие спортом на свежем воздухе. На Болонской набережной в Киеве, например, образовался своеобразный клуб пенсионеров, которые живут физкультурой. Мы приходим и получаем удовольствие от того, что поддерживаем свой организм в тонусе. И уже когда человек долго этим занимается, он уже без этого не может. Это как входит в привычку, организм требует нагрузки, после этой нагрузки получает удовольствие. По соседству с моржами и физкультурниками – рыбаки-спортсмены. Активному отдыху противопоставляют терпение и выдержку. Ведь, чтобы просидеть весь день на льду, тоже нужно иметь недюжинное здоровье. Это не мое. А что ваше? Класс, окунька поймать – это дело.